Мурманск Первый причал принимает суда Арктического флота с 2007 года. Строительство второго завершено в декабре 2016 года. В марте 2017 новый причал введен в эксплуатацию. Теперь наш терминал заметно увеличит грузооборот и существенно повысит общую эффективность логистики компании. Вторая площадка терминала предназначена для различных операций с грузами, включая таможенное оформление. Круглые сутки, без выходных, здесь принимают грузы, хранят их и отправляют конечным потребителям. Сегодня погрузка завершена. Судно покидает Мурманский порт и уходит в Ледовитый океан. Контейнер «Аус» отправляется в Норильский промышленный район по самой суровой дороге в мире – Северному морскому пути. Эта сеть полярных маршрутов открывает доступ к арктическим территориям России, до сих пор изолированным от сухопутных транспортных магистралей. Наша страна осваивает эти морские трассы многие десятилетия. И сегодня компания продолжает развивать Севморпуть вместе со страной. Норникель взял курс на транспортную независимость и приступил к строительству собственного флота в 2005 году. На верфях Финляндии и Германии были спроектированы и построены суда усиленного ледового класса. Уже в апреле 2006 года был поднят государственный флаг России на первом построенном судне – дизель-электроходе Норильский Никель. Сегодня в распоряжении компании пять контейнеровозов, танкер и дизельный портовый ледокол «Дудинка». Этот флот полностью обеспечивает все транспортные операции нашей компании. Наши суда разработаны специально для плавания в полярных широтах. Сочетание их судоходных качеств с опытом наших капитанов и сервисом обеспечения навигации в ледовитых морях позволяет самостоятельно, без поддержки ледоколов, круглый год работать на западном участке Северного морского пути и пять месяцев в году автономно передвигаться в восточном секторе Арктики. Движение судна по чистой воде в любом океане – романтика и красота. Но движение в арктических льдах – особое искусство. Вот начинаются огромные ледовые поля, плотно сбитые мощными торосами. Они способны сковать, остановить любое судно. Тогда на помощь команде приходят технологии. Наши арктические экспрессы называют «судами двойного действия». Разработчики поместили электрический двигатель и рулевой механизм в свободно вращающуюся гондолу и дали судну новые возможности. При помощи движителя системы «Азипот» высокая работоспособность на открытой воде и отличные ледокольные характеристики при движении носом дополняются преимуществами движения кормой вперед в сплошных льдах. Преодолев очередное поле мощных ледяных торосов, судно снова разворачивается и продолжает путь по маршруту. В 2010 году транспортная сеть «Норникеля» была расширена дальневосточными портами России, Южной Кореи и Китая. Сначала Манчегорск, а через год и Заполярный, перевезли в Пусан и Шанхай крупные партии цветных и драгоценных металлов, подтвердив возможность самостоятельной доставки нашей продукции в Азиатско-Тихоокеанский регион. По итогам рейсов в Юго-Восточную Азию получены данные для сравнения преимуществ эксплуатации Северного морского пути и традиционного маршрута через Суэцкий канал. Эта информация используется компанией при разработке эффективных схем логистики. Тем временем наше судно входит в устье Енисея. По специально проложенному каналу идет на сотни километров вверх, вглубь континента. Здешние льды – не безжизненная пустыня. По берегам Великой Сибирской реки тысячелетиями живут люди, качают, охотятся, пасут оленей. Огромный контейнеровоз останавливается, чтобы выгрузить долгожданные грузы для жителей Тундры. Когда дизель-электроход достигает дудинки, морских ворот Таймыра, нас уже ждут. Портовые ледоколы прокладывают подходный канал и разбивают лед в зоне швартовки контейнеровоза. Стоянка под разгрузкой и погрузкой займет всего несколько дней. И вот мы снова готовы к дальнему плаванию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова